Ну что, все вы знаете, что я кинул вызов Томаеву на бой без перчаток, и он его принял. Сказал, что разобьет мне мое лицо, как это сделал всем остальным. Давай встретимся с тобой в Москве и проверим, кто из нас настоящий мужчина и кто кому разобьет лицо. Я надеюсь, ты будешь один без толпы, как ты это любишь. О, Мошник. Слышишь меня? Да, тебя слышно, а меня? Слышно тебя? Окей, привет. Как вообще твоя жизнь? Моя жизнь-то нормальная. Чего решил видео снять? Так что, разобраться с тобой? Что ты там говоришь, вызовы от всех принимаешь, да, Терешина от этих всех клоунов? Смысл вообще? Тебе вот самому не стыдно с ними выходить и, я не знаю, на бой, блядь, драться? Ну это тупо, по крайней мере. Нет, смотри, я никому вызовы не кидаю. Филипп сам, то есть это Кирилл Терешин сам не кинул вызов. На счет Кирилла Терешина, да, я хочу говорить о клоунов. Ну вот, на счет Игоря, его друга, он тоже мне кинул вызовы. Я вызовы никому никогда не кидал. Они мне сами кидали. Вот, смотри, ты очередная короче, это ровное тьмо, можно сказать. Почему ты... Ну я бы так на твоем месте не говорил, ты вот, я не знаю, у тебя больше слов, чем дело. Ты дрался только с фриками какими-то, ну по сути. Ты с нормальными мужчинами не дрался никогда в жизни. А на счет того, Игоря и его друга? А что там, блядь, Игорь и его друг, я даже не знаю, кто это такие, мне все равно на них. Чувак, ты, блядь, постоянно, ты с Кириллом Терешином хайпишь, блядь, ты постоянно ходишь толпой. В чем смысл, где твоя мужественность? Не, в смысле, в смысле толпой хожу я? Ну, много видео твоих было там, где ты ходишь толпой, чувак, ну. Ты сейчас откуда? Я с Киева. С Киева, да, вот смотри, короче. Вот ты мне-то сказал, короче, не знаю, там, что-то, что-то на видос сказал. Типа, ты иди сюда, короче, там, ходишь толпой. А кто-то ты меня оскорбил. Вот, если я закину видео, где ты будешь у меня плакать, это будет нормально, да? Ну, ты сначала сделай так, чтобы я заплакал, а тогда можешь выкладывать. Но не обещаю тебе, что это видео у тебя получится. У меня не получится, да? Да. Вот, все, я... Нет, смотри, я знаю таких людей, как ты, короче, кидают вызов. На этом хайпятся. Если я тебя побью, ты заявление напишешь на меня. Чувак, мне 21 год, я уже взрослый дядька. Тебе... Нет, зря, если взрослый, не взрослый, не знаю, но если я тебя побью, ты на меня заявление напишешь. Как и ты, тот самый Кирилл Терешин, короче. Почему я не побил Кирилла? Ну, потому что такие, как вы, заявление напишут. Давай ты, давай ты будешь говорить не такие, как вы, потому что, блядь, ты не знаешь меня, ты не знаешь, кто я, что я, ты просто... Нет, вот, в моем эфире не надо смотреться там, блядь. Ну, так, давай я тебе тоже говорю. Ты не будешь называть меня, вот, как все Кирилл Терешин, никак все, ты меня не знаешь. Я тебе кинул вызов по-нормальному, на кулаках, как хочешь, абсолютно. Нет, мне это вообще только... Я только за принимать такие вызовы. Я с радостью, я с радостью с тобой подерусь. С такими, как ты, даже двумя, я могу подраться без проблем. Просто мне смешно смотреть на такие вызовы, на такие клоны, как бы... Ты немножко накачался, а тут накачал немножко бицепс и решил вызов кинуть, да? Да, при чем тут это, какая разница? Даже если бы я был не накачанным и... Хотя я не считаю себя накачанным, я бы в любом случае кинул тебе вызов, потому что меня действительно достала вот эта херня, когда в Инстаграме видишь одну твою морду с вот этой твоей, блядь, шеей. Чувак, я тоже могу так шею поставить. Смотри, она у меня не меньше, чем у тебя. Я могу так тоже шею поставить и постоянно... Это, пожалуйста, черт и чмот от уроны. Ты же говорил, что нельзя у тебя на эфире материться. Ты сам себе противоречишь. Да, 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 короче. Эй, смотри, короче, вот я сейчас учусь, у меня сейчас времени нету приехать, но зимой, как у меня появится после сессии, мы обязательно приедем, короче, в Москву. Я так понимаю, ты сливаешься или ты обещаешь, что ты выйдешь? Я сливаюсь? Да, ты сливаешься. Мне кажется, что ты сливаешься. У меня сейчас учеба. Как я могу сливаться от такого чма? Смотри, как я закрою сессии, без проблем я приеду в Москву. Нет, мне приехать вообще не проблема, подраться с такими, как ты, с двумя-тремя вообще не проблема. Просто знаешь, что меня бесит? Когда я приезжаю, короче, вы сразу другой разговор ведете. Давай вот это сделаем. Давай вот такое видео с ним побоемся. Какое вот это другое, чувак? Я готов унизить тебя сразу же при всех. Вот сразу же. Вот вы из подготовки сразу унизите. Не, не, смотри, йоу. Вот поехал я к Кириллу Терешину, он говорит, давай такое видео запишем. Давай не будем драться. Давай вот это, давай. Вот поехал я вот этому, блин, Игорьку, его другу. Он тоже начал, тебе, типа, 18 лет, типа, еще нельзя тебе на ринге драться. Давай запишем, поборемся немножко, короче. Что хочу сказать, короче. Вот вы, бросая вызов, потом начинаете говорить что-то другое. Мне главное, знаешь, что приедем меня в Москву, чтобы ты не начал там говорить, давай поборемся, давай не будем на кулаках. Вот этот разговор мне нравится. Я тебе сам предложил на кулаках. Если ты хочешь, я разобью твою рожу, выложу видео в Инстаграм. Хочешь, не буду выкладывать видео в Инстаграм. Мне абсолютно насрать, понимаешь? Главное, чтобы ты на меня заявление не писал. Я об этом переживаю. И чтобы я на тебя заявление написал. Да, потому что ты у нас малыш. Но смотри, в чем твоя суть? Тебе 17 лет, но ты ведешь себя как настоящий мужчина, большой, накачанный. Такой вот, прям мужик мужиком, борода выросла. Оно тебе 17 лет. И поэтому, если я тебя побью, тебе будет очень стыдно. Главное, чтобы ты на меня заявление не написал. Не, мне стыдно не будет. Я готов подраться, я тебе повторяю, я готов подраться такими, как ты думаешь. Просто смешно будет, если по приеду, ты сразу же начнешь там сливаться, типа, ой, типа, заболел там, отравился там. Тот самый Игорек, который тренер, не знаю, там по самбо, значит, ой, блин, у меня отравление там, не могу там драться. Да я же тебе говорю, я тебе не Игорек, я тебе не Кирилл Терешин. Хорошо, хорошо. Ты отвечаешь за свои слова, что подерешься на кубокап? Я тебе отвечаю вот при твоей аудитории, при своей аудитории, которая меня смотрит. Я вызвал тебя. Главное, чтобы ты не начал там, потом говоришь. Главное, чтобы ты не слился. Один, да, да, один, да. Эй, смотри. Вот ты меня бесишь, а, реально. Ну так это все как будто. Я буду, у тебя будет снимок. Вот твои батюшки пишут, что Филипп Марвин тебя побьет. Что, вы даже меня не знаете, какой меня Филипп Марвин побьет? Он недавно начал спортом заниматься, этот руфер. Откуда ты знаешь, ты же не знаешь, чем я занимался. Ты же не знаешь, чем я занимался. Я твои видосы смотрел в ютубе. Ну, красавчик, спасибо, что ты смотрел. Так ты же не знаешь, чем я занимался. Я даже реально удивился. Почему ты мне вызов... Чего ты мне вызовываешь? Да потому что ты выскочка. Потому что ты выскочка. Чего я это выскочка? Я, наоборот, принимаю вызовы от таких... Ну, ты хайпанул на Кирилля Терешине. Ты хайпанул на Кирилля Терешине, который, блядь, ну это просто доходяга. Ну это обычный, обыкновенный клоун. Даже твои подписчики знают, что это обыкновенный клоун. Смотри, Кирилл Терешин кинул мне вызов. Что мне делать? Стоять и просто молчать? Нет, просто нужно было объяснить, что... Вот, чувак, если я тебя ударю, там, или... А я его ударил? Разве я его ударил? Нет, так я тебе об этом и говорю, что ты должен был, как минимум, сказать, там, я... Не знаю, я сделаю тебе залом на руку, допустим, да, какой-то, и у тебя же, блядь, она лопнет, потому что у тебя там синтол, его, в принципе, страшно трогать. Потому что он весь, блядь, из геля этого состоит. Зачем вы представляете? Смотри, короче, я Кирилла вообще не пил, я вам просто вот так поехал. Вот я ему просто поехал и сказал, короче, больше такие видосы не снимай и попроси прощения на видео. Я больше ему ничего не сделал, потому что он клоун и с ним разговаривает бесполезно. Вот насчет тебя я реально... Я даже никогда в жизни не был, ну, так, короче, разозлён. Я просто когда увидел твоё видео, я думал, очередной клоун. Потом твои подписчики начали мне писать, давай принимай вызов от Филиппа Марвина, Филиппа Марвина. Там тысячи сообщений пришло. Я думаю, кто это там пишет, короче, чтобы мне вызов дать. Я тебя-то знал до этого, я твои видосы смотрел в Ютубе. Да вы же на твою аккаунду, там, типа, видео, типа, давай принимай вызов, идти из Сиды, короче, историю посмотрел твою, мне его скинули, твои подписчики. Да без проблем, что там, принимай. Да что ты нервничаешь, Асхавчик, не нервничай, не рви ты это вот. Я не... Да ты нервничаешь, боже. Боже, как ты нервничаешь. Меня просто бей, что такие клоны мне кидают вызов, вот это меня бесит, понял? Да не нервничай, господи, оставь ты. Там сейчас кухню себе разобьешь, успокойся. Все будет хорошо. Да, да, да. Я... Не, меня просто бесит, что такие клоны как ты мне бросают, и все. Да какое он пишет твои подписчики, что там Аев Тигр, какой он Тигр, блять, он львенок 17-летний, который строит из себя мужчину, блять. Хорошо, хорошо, я отвечаю своим подписчикам, что я разобью твою лицо, это без проблем, когда ты точно, ну просто... Без проблем будет только тогда, когда я тебе позволю это сделать. Нет, смотри, твои подписчики даже... Твои подписчики даже не верят, что ты можешь меня побить. Даже твои подписчики пишут мне, давай, короче, разобей лицо Филиппу Марвину, а ты че, ну... Они так и пишут, типа, я его подписчик, разбей ему лицо, да? Нет, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, я знаю, кто-то малолетка пишет мне твой подписчик, который подписан на тебя. Так у тебя тоже миллион малолеток. Нет... Ха, не да. Вот человек подписан на тебя и пишет, типа, я... Ну, он, знаешь, что мне пишет? Ты уже забрался, успокойся. Он скидывает твою историю и говорит мне, попей ему лицо. Этот человек не подписан на меня, притом он в курсе, он осознает, что ты ничего не смог. Значит, мой хейтер какой-то. Да откуда кто знает, чем я занимался, кем я был до того, как я начал занимать? Откуда ты знаешь, ты занимаешься чем? Борьбой, да? Ты борец? Нет, я вообще не занимаюсь, я просто качаюсь. Так я тоже не занимаюсь. Раньше занимался, сейчас я тоже просто хожу в зал и поддерживаю форму. Ну вот как раз и выйдем на равных. Да без проблем. Ну без проблем, если ты не засышь. А в этом я очень сильно уверен, потому что ты, мне кажется, ты засышь, потому что ты ни разу не выходил с нормальными мужчинами. Ты снимал видео с новоселовым, как бы там на роли. Эй, нормальные пацаны вызовы никогда не дали мне, чтобы сесть перед камерой, типа, давай вызываю тебя на бой, да подеремся на кулаках. Нормальные пацаны меня не вызывали так на бой в инстаграме. Если хочешь, да без проблем, я говорю с такими, как ты, я тремя могу подраться. Мне просто смешно, когда такой блог. Хотя бы с одним мной подерись, а потом будешь уже с тремя где-нибудь там на видео постановы снимать. Ты что, Конор что, не знаю, да? Я Конор, ну возможно, я Конор, оттуда ты знаешь. Смотри, сам ты пацанов, с чего ты, я пацанов, с Кириллом Перёчным или с Игоряком? Да, ты вообще, в принципе, ты, блядь, снимаешь галимый контент какой-то. Нет, у тебя есть нормальные видосы, я согласен. Про мои можно сказать так же, что я галимые снимаю, есть нормальные. Но в основном ты делаешь полнейшую дичь, блядь, вот эти выебоны своей шеи, извини за маты. Вот это вот, да-да-да, вот это вот, вот это, то же самое я так могу сделать. Ну, типа, у тебя там, у тебя кроме татуировка ничего уже не видно. Как сказал один пацан в комментарии, типа, это росписи каждого твоих клиентов, понял? Ну, не буду это все так объяснять, но, наверное, ты, наверное, понял, да, что росписи твоих клиентов. Ну, слушай, знаю, я могу сказать так, что эти клиенты, значит, были талантливые, раз они оставили такие красивые рисунки. Ты себя вообще в зеркале видел за геймой татуировки? На кого ты его вкинул? А ты себя видел, чудик ты! Ты вырастил себе бороду свои 17 лет, ты накачал себе шею, залил ее, точнее, я не знаю, на какой фарме ты там сидишь, залил себе свою шею, и в итоге ты сидишь сейчас передо мной и выделываешься. Фарму-то я использую, да? Фарму-то, надеюсь, что-то другое использует. Метан-сила! Нет, смотри, я... Метан-сила, говорю. Метан-сила, да? Я думаю, кто-то другой использовал фарму, под итоги перед соревнованиями. За такой короткий срок набрать массу. Я думаю, это не айс куда-то другой? Так я же не набирал массу. Я сушусь, я... Точнее, я сушусь. Ну, сушусь, но без фармы, да? Без фармы, да? Но обычно, если фарму принимают, то заливают очень конкретно. Не-не-не, не факт, не факт. А у меня сухой масса. Вот смотри, что я использую. Вот смотри, что я использую. Видишь, вон там. Так я тебе то же самое могу показать. У меня целая полка протеина и... Я тебе могу перечислить. Протеин, глютамин, креатин, БЦА. То же самое, что и у тебя, малыш. БЦА, покажи свою. А что там выросло у тебя? От метанчика? Или от деки с афтанона? Так у меня от метанчика, от деки ничего не вырастало. Я же не принимаю ее. Я же говорю, я не такой качок, как ты. Я меньше тебя в любом случае. Не, смотри, ты сколько килограмм висишь? Я? Тебе это так важно? Не, вообще я не знаю, сколько ты килограмм висишь? 82. 82. Вот смотри, ты меньше меня, ну, 22-23 килограмма. Интересно, что ты сможешь сделать? Что я смогу... Бля, чувак. 20 килограмм ничего не решает. Вообще ничего не решает, понимаешь? А, ты меня хочешь сразу нокаут, да, типа? Да какая разница? Я тебе могу и нокаут, и напрогиб. Мне вообще все равно как. На прогиб меня сбой? Без проблем вообще. Хорошо. Интересно, о чем ты думаешь? Ты знаешь, на кого похож? На кого? Типа на Конора, да? Типа выскочка, видишь? Да почему сразу на Конора? Почему на Конора? Просто я такой-такой и есть, и я вот тебе кидаю вызов, потому что твоя рожа вот эта непобитая в Инстаграме, а постоянно довольная, то, что ты вот там того побил, с кем разобрался. Меня она бесит. Нужно прекратить как минимум этот бред весь. Понял, понял, понял. Ну, я буду рад, если меня побьешь. Ну, так видишь, ты уже будешь рад. Ну, так я буду стараться, чтобы обрадовать тебя. Все, посмотрим, увидим, что ты как-то меня обрадуешь. Вот смотри, ты сейчас в Киеве, вот когда ты в Москву поедешь? Ну, собственно говоря, когда и ты в Москву поедешь. То есть мы будем устраивать это на нейтральной территории, правильно я понимаю? Да нет, без проблем, даже в Киев приехали, ну, чтобы Киев приехал за грамм паспорт. Да нет, зачем? Давай на нейтральной территории устроим это все. Да без проблем. Главное, чтобы там, мы не знаем, что это, там, различных операторов, диз, следы, там, различных каналов не было, чтобы... Понял? То есть не было медиа. Да, да, и чтобы твоих людей было поменьше. Да, мои людей не будет. Чувак, я могу приехать абсолютно один. У меня вообще ни разу страха в глазах не было. Я не боюсь тебя, не боюсь твою толпу. Мне абсолютно все равно. Хотя ты любитель с толпой походить. Я любитель. Может, ты даже с толпой проходите, чтобы они вот так в квадратик, блядь, все встали, а мы вот внутри этого квадратика дрались. Мне абсолютно насрать. Чувак, я вызвал тебя на бой, и без страха я тебя не боюсь. Как минимум, как вот эти все остальные, блядь, чуваки, которые старше тебя в несколько лет, там, 30-летние мужики, они, блядь, кланяются тебе. Чего тебе, блядь, кланяться? Ты просто чувак, который накачался на стероидах, и все. Понял, понял, понял. Чего тебе кланяться? Ну, я не буду там, типа, оправдываться, типа, я натурал, типа, я такой хорошенький, типа, я такой смелый, как ты, да? Ну, просто без проблем. Я этот эфир сохраню тебе, чтобы тебе показать в Москве лицо. Мое целое, да? Да, чтобы показать этот эфир. Как оно не изменилось, ты хочешь мне показать. То есть, как оно было не разбито, так оно и останется не разбито. Твое лицо останется таким, да? Мое, конечно, останется. Ну, посмотри, куда портить мое лицо, ты чё? Куда его портить? Не, ну, вот этим кулаком, я думаю, можно его испортить? Ну, какой-то маленький кулак для такого. Маленький кулак, да? Хорошо, без проблем, короче. Вот зимой у меня получается, не думаешь, типа, я пораньше не могу, потому что я сейчас учусь в медакадемии, как мои подписчики знают, да? Как у меня возможность появиться, обязательно приеду в Москву. Честно сказать, мне надоело вызовы принимать, но мне сейчас, как надоели твои подписчики, принимаю вызовы от Марвина, если не боюсь, если не засал, короче. Да, без проблем, понимаешь, у меня вызовы от Марвина и такие, как он, тысячи, да без проблем. Филипп Марвин тебя убить сможет. Э, пацан, ты сам веришь в то, что ты написал? Он верит, он верит в меня. Верит-то, верит, пусть верит, верит-то это нормально, просто будет все зря. Вот, смотри, короче, как у меня возможность появиться, короче, приехать в Москву, я обязательно приеду, главное, чтобы ты приехал. Да, я-то приеду, у меня без проблем, я же говорю, главное, чтобы ты не засал и не написал на меня заяву. Конечно, прикинь, прикинь, типа, Томаев написал заявление на ту ровную чмо. Какой-то перекачанный кабан, залитый синтолом, написал, да? Да, да, да. Хорошо, хорошо. То есть, может, ты еще синтольчик себе в шею подкалываешь? Да, можно синтол колоть, но надо, я у Кирилла Терешина заказал, можно колоть немножко. Не, ну это правильно, в принципе, нормально, зачем тот метан, который ты кидаешь, дека, суст и тому подобное, правильно? Да, да, правильно. А еще там 17 лет нормально с тестостероном, все у тебя? Да, нормально. Хочешь проверить, что ли? Хочешь проверить, что ли? Анализы разве что можно сходить сдать, проверить. А, понял. Можно сдать, почему бы нет. Почему бы? Лэй, лучше себе бороду вырастить, нормально мужика будешь похож. А то ходишь с татуировками, ты на кого вообще похож, друзья? На ты, на кого он вообще похож? Ну, как минимум, ты похож, я не знаю, на, блядь, на козла ты похож. Не знаю, на козла я похож, хорошо, хорошо. Не, ну как минимум, не знаю, но... Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, что не Шрек. Так смотри, не, ну да, я, кстати, видел, что тебя сравнивали со Шреком, я заценил, похож реально. Смотри, ну так борода же не делает мужика мужиком. Не, я знаю, что борода не делает мужика, а татуировки делает из пацана мужика не делает. А я же ничего, я же не выебуюсь своими татуировками, посмотри. Я же тебе не сказал только что, набей свою, вот зрители докажут. Я же не говорил тебе, набей татуировку и будешь мужиком. Ты мне сказал, вырасти бороду, будешь на нормального мужика быть похожим. Блядь, а в чем измеряется, в бороде измеряется мужественность? Я, по-моему, никогда такого не слышал, что в бороде мужественность измерялась. Не, я это не говорю. Ты ходил с длинными волосами, ну нормально, у тебя была прическа. У меня были длиннее волосы, меня называли пидором. Хотя любой мог въебало за это получить, и за это получали въебало, и потом... Эй, в прямом эфире не матерись тут. Да, 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 не матерись, так мы вдвоем материмся, ты тоже материшься. Не, я не такой в мире, как ты, я максимум говорил чмо. Ну, хорошо, чмо. Окей. Эй, смотри, короче, вот ты говоришь, типа, такая шея, тут есть сады. Я же на твою внешность ничего не говорил же, да? Ну, так ты сказал, уже как минимум, ты тут цепил тем, что... Я это сказал, после того, как ты начал обсирать, вот такой шею ходишь, я сказал, насчет твоих татуировок. Татуировок, блин, как это называется даже вообще? На самом начале ты трансляции сказал, что я начал, типа, ходить в зал и поверил в себя, типа, немножко подкачался и поверил в себя, да? Ну да, ну да. Так я и до этого верил в себя. Не, смотри, вот, насчет эфея сказал, и после этого я заговорил насчет татуировок. Вот реально, посмотри на себя, на кого ты поможешь в татуировке. Мне, я не хочу задеть людей, которые ходят в татуировки, ну, реально это некрасиво, ну, не знаю. Тебе это нравится, да? Ну, это твое мнение, это твое личное мнение, но ты не должен насчет... И вот, насчет эфея, это твое личное мнение, и мне все равно. Ну, все, и мне тоже все равно, но просто про бороду, вот к чему это было, и то же самое я на тебя могу говорить. Я говорю, если ты хочешь чуть-чуть быть похож на мужика, ты вообще не похож на мужика, не знаю, на кого ты вообще похож, хоть немножко бороду тебе вырастешь, чтобы нормально мужика был похож, а то не знаю, на кого вообще ты похож. Я тебя потом, когда встретимся в Москве, с оборотку твою подергаю, когда ты будешь лежать, я тебя так чувствую, знаешь, сделаю вот так тракт и везёх. Хорошо, хорошо, не будем там говорить, типа, я такой сильный, я тебя побью, короче, иди сюда. Я на счет этого не люблю, короче, как с Кириллом Керёвчевым сидели в прямом офисе. Как ты уже говорил, что ты разобьешь мне морду? Не, я разобью, я разобью. Не, на счет этого я разобью без проблем. Но чтобы сидеть тут в прямом офисе и говорить на час, короче, я тебя побью, мне неохота, вот смотри. Ты разобьешь мне, знаешь что? Ты разобьешь мне сердце, когда ты проиграешь. Потому что ты такой самоуверенный. Не, я не самоуверенный, я лишь тебе отучаю, я тебе побью лицо. мне неохота посидеть в прямом эфире и говорить ты такой-то, я такой-то я тебя побью, короче вот встретимся в Москве, короче, зимой как у меня возможно появится, 31 декабря я... а, нет, теперь не получится на Новый год ты хочешь? нет, скорее всего, 1 января, короче я вылечу в Москву, если у меня получится, или 2 вот и после этого устроим у нас даже 31 декабря тут лекции вот так вот, после после Нового года я вылечу в Москву у нас как раз 2 недели выходных устроим, посмотрим, что ты сможешь посмотрим, конечно да, и так, как ты сказал, без перчаток без перчаток вот чтобы максимально, если попасть по твоему лицу чтобы оно максимально расплылось, правильно? хорошо, хорошо хорошо, без перчаток тогда подеремся о, да, твои подписчики пишут, да Филипп Марин Петл короче откуда ты знаешь, что мои подписчики пишут? это же твои пишут не, по-любому ставьте плюс кто согласен, что Томаев клоун ты реально клоун? я не имею такое мнение, как на счет тебя настоящий клоун вон люди пишут, которые ставьте плюс, если Томаев клоун так ты реально клоун 17-летний клоун который строит из себя мужика типа якобы такой здоровый, накачанный с бородой боже мой кого ты обманываешь сам себя обманываешь не нужно казаться старше, чем ты есть чувак вот начали ставить плюсы плюсы ставили короче, я так понимаю, мы договариваемся с тобой на зиму, да? да, зимой по-другому ты не можешь не, по-другому я не могу или ты просто ищешь время, чтобы хотя бы подготовиться немного? зачем я подготовиться? я могу максимум привести форму я сейчас знаю, что немножко качаться и поддерживаться чтобы немножко похудеть хотя бы и высочиться ну да, ты подзаплыл подзаплыл, жирненький стал да, жирненький стал не спорю вот то есть понимаешь у тебя как минимум какое-то преимущество есть у тебя весовуха есть но что она тебе в чем она тебе поможет без понятия вообще хорошо, хорошо вот ты силен ты меня подберешь без проблем ты силен вот зимой спасибо спасибо отбежи да не за что друзья, запомните эту морду сейчас запомните сделайте скриншот ты про себя да, сделайте скриншот запомните эту морду давай, может, поцелуйчики друг другу отошлем пошел ты к черту что ты такой серьезный давай поцелуйчики какие поцелуйчики? ты о чем вообще? да не нервничайся все хорошо встретимся это пошел ты к черту в общем я не знаю боже, какой ты нервный тебя так легко Эй, смотри, короче, давай, не охота мне с тобой общаться в прямом эфире, все, давай, короче, зимой, короче, второго я приеду, поговорим, ты мне свой номер оставь только в берег, а то ты редко отвечаешь, короче, тот раз, когда я тебя прямой эфир пригласил, что-то ты не зашел. Так я спал, я просто... Эй, конечно, спал, конечно, спал, я тоже могу сказать, типа, когда у нас бой состоится, типа, я спал, я не мог прийти на бой, конечно, я тоже могу сказать. Так я не знал даже, что ты проводишь прямой эфир, я же не мог знать, что вот Томаев сейчас проводит прямой эфир, я себе спокойно после тренировки лег и отдыхал, спал, а потом, когда проснулся, смотрю весь директ засранный тем, что ты меня приглашал на эфир. Главное, чтобы ты во время нашего боя не сказал мне, ой, просите, что я спал, типа, ты иди сюда. Я тебе не скажу такого, главное, чтобы, я же говорю еще раз, ты на меня заранее заяву не написал, вот не записал это видео, а потом нарезал его, да, не знаю, в полицию пошел, сказал, вот он меня хочет побить, там, заявление я хочу на него. Мне кажется, ты это можешь просто. Конечно, заявление напишу, я решу, блин, этого не хватало. Короче, хорошо, хорошо, после зимы приеду и поговорим, не будем это затягивать. Да, я тоже так думаю, давай тогда договариваемся, какая суть была все-таки этого, давай зимой в Москве. Да, зимой, суть этого прямой, я тебя хотел добавить после того, после твоего первого видоса. Ты мне записал, короче, видео, я думаю, да пошел к черту очередной, короче, вызовы кидай, там, блин, многие вызовы кидай, как и ты, чтобы немножко прохайпить, чтобы подписчиков набрать. Как и ты, короче, мне написать, ты, короче, я увидел твое видео, я решил, да, пошел к черту, короче, Филипп Марвин. Вот он мне твои подписчики начали скидывать, короче, и потом думаю, давайте я приму вызов, просто посмотрю, на что он способен. Делаю я такой эфир, один пишет, прими вызов от Марвина. Я думаю, давай я вот добавлю, приглашаю, приглашаю, они заходят. Вот так, и сегодня я тебе решил написать, короче, давай, короче, зайдем в прямой эфир, поговорим, обсудим, короче. Вот еле-еле ты согласился, еле-еле, что-то ты мне не отвечал. Какой ты клоун, я не могу просто, ты такое придумал. Сам ты клоун. Ты похож на клоуна даже, ты просто похож на клоуна. Хорошо, хорошо, похож. Вот смотри, короче, вот поэтому я принял, я хочу сказать, ну, своим подписчикам тоже, не думайте, что типа Филипп Марвин что-то может, это очередная выскочка, которая будет извиняться, я вам отвечаю, он будет извиняться, я вам отвечаю. Ты так сильно не отвечай, потому что люди запишут прямо эфир, а потом будут показывать тебе, когда ты проиграешь. Хорошо, 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 надеюсь, твое лицо не запомнят сейчас, чтобы сравнить потом. Можно еще сделать, чтобы запомнить. Может, у меня просто потом борода отрастет, правильно, а не такие. Да, можно, чтобы борода, можно твои татуировки дарить смыть. С кровью твоей, да? Ну, с кровью и потом. Да. Эй, короче, все, короче, давай, Владимир Шмошник, тебе надо еще расти и расти до меня. Давай, слоненок маленький, давай, удачи. Давай, давай. Ты главное там не нервничай сильно, а то ты такой нервный, тебя легко вывести с равновесия. Давай, сладкий пупсик. Да пошел ты к черту, петух. Поцелуйчик тебе, удачки. Да пошел ты к черту, петух. Реально тупой, мой. Какой поцелуй. Не, реально он похож на него, да? Петух. Короче, друзья, давайте завершим наш дедово прямой эфир. Реально, я реально тупой чувак. Филипп, кто ты по нации? Филипп Марвин, по-моему, русский по-моему, по нации, да? Так. Ой. Ой, мама, ой. Так, ну еще бандиты. Сейчас я тут парольчик веду на ноутбуке своем. Музычку хочу включить. А то этот, блядь, нервный, плакал, кричал там, ничего не мог сказать. Боже, такой смешной, я просто не могу. Блядь, это такой неуверенный в себе, такой здоровый, такой в себе неуверенный. Это просто трэш какой-то. Отвечаю, блядь. Как можно быть таким здоровым и неуверенным в себе? Ребята, вы видели, как он, блядь, верещал? Как он рвал вот эти вот полиэтиленовые кусочки? Боже, я просто не могу. Всем, друзья, привет. Еще раз, я, конечно, он даун именно, братан, он просто, он полнейший. Ты, блядь, видел, когда я говорю ему какое-то слово, он просто дико нервничает, рвет вот эту всю хуйню. Блядь, как можно нервничать? Меня называть пидором за то, что, не знаю даже за что, за то, что у меня нету бороды или, блядь, две сережки у меня в ухе. Чувак, просто забей. Ты вообще, блядь, сумасшедший или как? Тебя, блядь, вынести можно словами. Чувак, тебя можно вынести словами. Даже подписчики пусть тебе передадут, что тебя можно просто, блядь, уничтожить словами. Как я это делал в трансляции. Просто морально, блядь. А ты уже рвал эту полиэтиленовую хуйню. Я думал, твоя кухня, нахуй, там разлетится просто на части. Это просто трэш полнейший, блядь. Это так смешно было, друзья. Друзья, всем привет, вы, извините меня, я повейплю немножечко, потому что, блядь, я не хотел у него на трансляции. Думал, ну как-то некрасиво. Хотя надо было залететь, блядь, кушать себе там, сидеть, блядь, и слушать, как он будет верещать, как сумасшедший. Блядь, это было весело, друзья. Это было весело. Я надеюсь, вы поняли, когда мы будем с ним драться. Я надеюсь, мы вообще будем с ним драться, потому что этот, этот клоун, блядь, перекачанный, это просто, боже, он лох. Да, он действительно лох. Этот перекачанный клоун, это просто цирк полнейший. Я не могу. Я надеюсь, вы напишите плюсик вообще, кто смотрел трансляцию. Кто смотрел трансляцию, передай маме привет, мамулечка, передаю тебе привет. Мама тоже, кстати, смотрела трансляцию. Только вот не нужно писать мне на вот этом вот нерусском вашем языке. Я все понимаю. Я уважаю вашу религию, ваш язык, но, блядь, вы обращаетесь ко мне, я не знаю вашего языка. Пишите хотя бы, если вы материтесь, там пишите на русском. Кстати, такие герои были, когда я кинул ему вызову, когда я кинул Томаеву вызов, то, типа, много начала писать людей, типа, блядь, давай со мной выскочи один на один, блядь. Раскакивайте со своей резинкой из трусов, блядь, один на один. Вы мне нахуй просто не нужны. Я кинул вызов Томаеву, он его принял. С другими людьми я никаких отношений иметь не хочу и ни с кем выскакивать я не собираюсь. Он меня раздолбает. Максимум, что он может раздолбать, это свое прыщавое лицо. У меня оно тоже, кстати, было прыщавое, проходит. Я могу, кстати, ему написать, посоветовать, что он там себе может, какие препараты он может себе попринимать от прыщей. Главное, чтобы он на меня заяву не написал. Вот эта малолетка дурная, перекачанная. Главное, чтобы заяву на меня не написал, когда, блядь, будет, когда будет бой. После боя, точнее. А то скажут, блядь, там изнасилование малолетних. Я не знаю, что там вообще может быть. Не, ну мало ли, ну серьезно, блядь, изнасилование малолетних. Это же вообще будет смешно. Он такой кибешной ебанутся. Да, вы видели вообще, вы видели просто, вы видели этого дурика. Я не хочу его обзывать, ни в коем случае не хочу его обзывать, ни в коем случае не хочу унижать. Но, чувак, ты морально мне уже проиграл. Просто вот взял и морально проиграл. Но это было видно, блядь. Ну что, бандиты, у нас состоялась с Томаевым трансляция. Можно сказать, мини-пресс-конференция. Он, естественно, был вообще какой-то неуравновешенный. Сразу было видно, что он был немного напуган. Да я же тебе говорю, я тебе не Игорек, я тебе не Кирилл Терешин. Хорошо, хорошо. Ты отвечай за свои слова, что подерешься на кулаках. Я тебе отвечаю вот при твоей аудитории, при своей аудитории, которая меня смотрит. Все, без проблем. Главное, чтобы ты не начал там, потом говоришь. Главное, чтобы ты не слился. Друзья, запомните вот эту рожу Томаева, такой, как она есть сейчас. И посмотрим, что будет после боя. Томаев, я хочу тебе сказать, чтобы ты не был такой выскочкой. Ну, я, естественно, буду. В общем, удачи тебе и поцелуйчик, Томаев. Субтитры сделал DimaTorzok Что? Что там? Как оно? Как жизнь твоя? Нормально. Слышишь меня, да? Да, слышу. Ну, классненько. Я тебя тоже слышу. Что тут твои клоуны рассказывают про меня? Что я балабол, да? В смысле мои клоуны? Ну, твои клоуны. Балаболы и тому подобное, да? Что рассказывают они? Говорят, что я балабол. Ну и так, а что эфир зашел-то, а? Так, я не знаю, я просто зашел сказать, что твои клоуны уже просто меня достали. Ну, в плане том, что они пишут полнейшую дичь в комментариях. Я не знаю, как и что у тебя за аудитория. Я думал, у тебя взрослая аудитория, нормальные люди. Но когда мне начали писать всякую дичь, типа там, не хочу материться у тебя на трансляции. Типа, я твою маму, я твою бабушку, твою сестру и тому подобное. Захожу на их профили, они вот чеченцы там. А разве вам вот вера ваша позволяет вот такое говорить? Писать в комментариях. Ну, вот мне чисто лично для себя интересно. Нет, смотри, смотри, мои подписчики нормальные. Я тоже не хочу тут типа балаболи, туди-сюды. Мои подписчики адекватные. Так это же твои подписчики заходят. Вот можешь зайти ко мне в профиль в комментарии и почитать комментарии. Нет, смотри, может быть, они пишут из-за того, что защищают меня. Но, может быть, они еще не понимают, что плохие вещи задевать маму и бабушку там родных нельзя. Основной моя аудитория так не реагирует. Ну, бывают, конечно, такие, которые на меня там матеряются, пишут гадости. Есть такие, они везде. Вот так вот. Ну, не знаю, но у нас чеченцев нет такого, чтобы у нас там задевать там бабушку, маму. Ну, так вот, вот этого вот мне так и казалось, что у чеченцев там, у ваших национальностей не должно быть такого. На самом деле происходит совсем другое. То, что вот заходят в комментарии, там пишут маму, бабушку, сестру и тому подобное. Это же некрасиво, как минимум. Ненормально, некрасиво. Это не по-пацански, не по-мужски вообще. Это просто какие-то галимые тряпки, я не знаю, пишут. Нет, нет, галимая тряпка это ты. А на шок чеченцев? Бишь, мой зайчик, дай тебе поцелуйчик. Я пошел к черту, да? А что к черту? Гениально. Может, я сам черт? Ну вот, по тебе расскажу, что что, насчет, 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 насчет чеченцев, и у нас не принято вообще матрицам. Но бывают такие исключения, которые пишут гадости. Они пишут, защищая меня. Потому что, ну, я смотрел твое последнее видео, с чего ты решил записать такое видео, а? Да, просто по приколу, мне интересно было. Но я же там тебя не оскорбил. Как-то, как-то мне это все равно, это наоборот, мне очередная реклама, мне это в плюс. Ты можешь запиливать их каждый, ты можешь запиливать их каждый день на своем ютуб канале, на своем инстаграме, мне это все равно. И в конце концов, я тебе набью морду, как и остальным. Кому ты набьешь морду, сладкий мой малыш, кому ты набьешь морду? Нет, это мы посмотрим, мне просто интересно, вот. Эх, гей. Эй, смотри, вот смотри, я уточнил, нам в выходные... Давай, рожа залитая, говори, что ты нам уточнил. Там же рожа залитая. Вот смотри, выходные нам дают 1-2 января. Ага. Вот, 1-2 января я приеду в Москву, иншала, попробую, посмотрим... Только пацанов с тобой возьмешь, мне интересно. Я с тобой никого не возьму. Что, один приедешь? Я один поеду, да, а что, я что, боюсь, что ли? Да я тебе не верю, ты же балабол. Вот пишут мне, да, он провоцирует его. Кто кого провоцирует, никого... Он меня провоцирует? Да нет, я таких лохов каждый день... Каких лохов? Таких, как ты знаешь, что, вот... Вот, друзья, вот смотрите... А тебе нормально так рожа от метана посыпало? Да, нормально посыпало. Не от метана, а так посыпало. От минана, да? Или от турика? Какой сам ты метан? Вот смотрите, друзья, что... Тестостероновая машина, да? Эй, молчи, ты рожа... Татуирована. Рожа, 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 что ты еще можешь сказать? Ты одно и то же постоянно говоришь, блядь, заплывший кабан, успокойся. Ну, да, ну, я не русский, поэтому у меня проблемы есть, я не буду... Так при чем тут не русский, ты знаешь русский язык? Не, я-то знаю, но... Ну, знаю, у меня тут только проблемы, но ты... Проблемы у тебя будут, когда ты в Москву приедешь, малыш. Хорошо, хорошо, малыш. Малыш, я малыш тоже? Эй, вот смотрите, ты молчи, я хочу обратиться с вами подписчикам. Вот смотрите, вы пишите, не давая себя провоцировать. Да какой провоцировать? Я вообще все серьезнее воспринимаю. Он блогер, как бы мне просто... А ты что, блогер? Не, я блогер, я могу тебя побить на этом так нормально, как заработать. Так я тоже тебя могу побить? Нет, ты меня не побьешь. Почему ты так думаешь? Не, а как ты думаешь, что ты меня побьешь? Чего это ты взял, что меня побьешь? Я тебя вообще все серьезнее воспринимаю. Мне просто ха-ха, я захожу эфир, мне ха-ха слов ловлю. Я смотрю такие видосы, которые ты пилишь против меня. Мне смешно смотреть, как бы я свечусь. Да мне смешно вообще смотреть на вот эту всю твою движуху, вот этих твоих подписчиков, которые петушатся там. Я за Асхаба, тебя, блядь. Они пишут, как геи, вот настоящие геи. Вы как геи какие-то, я не знаю. Смотри, насчет моей подписчиков, не подписчиков, не знаю. Короче, мои подписчики. Ну, твои подписчики, может, геи, а ты гей? Мои подписчики, что? Я говорю, твои подписчики не геи, ты говоришь, да? А ты гей, что ли? Не, я не буду сейчас отвечать, типа, о, короче, там, не знаю, там, ты гей, что ли, короче. Мне-то все равно, что ты говоришь. Мне просто ха-ха ловлю, что ты говоришь, понял? Ай, боже. Не, на самом деле, ну, давай серьезно, давай серьезно поговорим, потому что вот эта тема не оставляет меня. Я на самом деле зашел просто сказать, понятное дело, опять начался срач какой-то непонятный. Я на самом деле хотел вот сказать твоим подписчикам, своим подписчикам, так как они сюда зашли. Блин, там, блин, ремонт, диалог. Да, ничего страшного. Чтобы не было никакого вот такого дебильного срача, они могут задевать меня, они могут задевать тебя, но не родители, не твоих, не моих родителей, не наших близких, не мою девушку, там, не знаю, у тебя есть девушка, не твою девушку, потому что, как минимум, это неправильно, это, я не знаю, по-дебильному, это неправильно, это не по-мужски. То есть ни одна девушка мне не написала, это там, урод. Вот постоянно пишут парни, ты урод, ты гей, асхаб тебя, там, сломает, сломает твою девушку, сломает твою маму. при чем тут мои родные то есть ну вот при чем тут этого я не спорю друзья короче на счет мамы насчет этого не пищите это некрасиво но когда не твои подписчики пишет моим тоже малолетки но я им не отвечаю я не реагирую но то есть когда они на меня что-то пишет я не реагирую когда они задевают мою маму или моих других родных близких то как-то становится немного неприятно ну да это некрасиво но смотри а не знаешь из-за чего не думаю что у нас чеченцы такие нет ну конечно чеченская кавказская кровь она горячая но нет такого чтобы мы писали такие грязные вещи они пишут типа защищая меня типа мои подписчики готова за меня тебя порвать они там развивают жопы понимаешь просто чтобы не трогали моих родных и близких вот вот самое главное чтобы никто в комментариях не писал никакую дичь это самое главное для меня чтобы не трогали просто родных разорвут за тебя смотри короче смотри ты в москве когда будешь ты 2 3 сможет приехать вот смотри так я думаю драться смысла нету я могу это назвать что-что так обычные перчатки витки не короче вот ты хочешь подраться без перчатки или с перчатками мне все равно абсолютно вот поделимся перчатки потому что без перчаток драться с тобой мне тебя реально жалко ты себя пожалеешь господи ты боже мой ребенок смотри у меня там москве очень много короче я просто могу сейчас позвонить вот это могу позвонить кому-то вот это то вот это все вы сами за себя вообще ответить можете вы блять мужики настоящие они пишут давай выскочим давай туда-сюда да давайте выскочим как же вы один на один не умеете а мы не имеем один а не смотри я вообще говорю ты меня реально если был бы такой вариант я бы прием ты меня не бесишь я тебя хочу постоянно поцелуйчики посылать вот не знаю ты такой милый вот такой залитый от метана плюшевый мишка на на схабчик вот прям тебе поцелуйчик пошел ты чёрт еще сейчас мне говорит смотри я твои видосы смотрел короче который ты снимал ты чему ты занимаешься тебе вообще не стыдно было такие видосы снимать интересно я твои видосы смотрел а ну-ка открой видосы мои какие видосы я даже не могу тебе это показать мне даже стыдно ты чё резинки на голову делал это тебе не смотри чё ты смотришь на меня рассказывая я тебя боюсь по-любому ты меня по-любому побьешь я просто не просто хохала в лёд тебя так я тоже тебя хохала в лёд я не могу ты просто настолько смешной самоуверенный 17-летний школьник что ты просто это трэш какой-то полнейший конечно самоуверен как быть не самоуверен так что твоя шея не понимаю что она там чем ты и там подкачал борщом нет сметаном металл колок уколы колокольчик а это сметаной а не металл 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 тоже кушал посмотри короче вот у тебя есть знакомые в москве зал который у меня есть какие знакомые у меня много в москве ты где хочешь на улицу очень на улице не могу с тобой подраться я могу подраться с тобой в зале да нет мы же в зале естественно не на самом деле можно на улице я тебя мне все равно где твою рожу бить об асфальт или об ринг да да я боюсь на улице с тобой драться я могу подраться в зале так еще на улице боишься я тебя больше сильно ты просто боишься что об ринг не так будет больно как об асфальт на улице да я просто боюсь что у меня проблемы будут если я подерусь как с кириллом трёхи да не не будет я тебе обещаю главное чтобы у меня не было главное что ты заявку написала так ну вот видишь кто знаешь я я смотри я такого короче против тебя ничего не имею просто мне против тебя тоже ничего не имею просто морда твоя достала и хочется поставить тебя на место и все вот тебя убивать там ну понятное дело никто этого даже не допустит убить тебя просто чисто наказать тебя на камеру и все но можно не на камеру не знаю можно на зрители можно вот чисто друг друг для друга чтобы ты успокоился ну да 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 я согласен согласен откуда он асфальт именно ты откуда украина украина киев да ну вообще я с луганска с луганска да это там с донбасса там где сейчас война идет понятно вот смотри короче вот подеремся мы зале я на улице не могу потому что это незаконно подерусь я еще в перчатку без перчаток я тоже не могу зачем мне я с тобой уже поменяю что ты начинаешь хорошо хорошо так без камеры я могу подраться на улице с тобой как с тобой двумя ну а унижение твои я смогу записать на камеру вот как я тебя унижают а как я буду плакать ты можешь как ты будешь плакать я хочу записать да это без проблем это можно можно записать я реально как он и я реально как конор да да ведешь себя не надо он три стопкинг там это интересно интересно я просто смотрю я просто ну смешно хохаловлю от тебя так я от тебя хохаловлю от вот этого вот а чё ты кстати этот давно у тебя курс уже мне вот интересно какой курс ну этот самый какой курс ну самый вот этот ну ты знаешь о чём я и место ли ну конечно ты оскорбляешь меня там чмо татуировано и там не смотри вот тут татуировано это и так но я ничего такого за гранью не говорю один такая чётная сказка спросил я у тебя спросил я же тебя не оскорблял ничего я у тебя просто чисто спросил на бутылке сидишь ты говоришь типа нет на стуле все вопросы отпали вот я тебе я тебе клянусь ты умеешь мы пожалеешь жестко поделешь я могу бутылку принести с собой в москву какую тебе хорошо принеси с тобой все возьми свою не знаю там ты за и возьмешь тебе сказать тебе сказать или куда не как ты любишь меня почему я гей у меня есть девушка ты на себя посмотри ты себя ведешь страна ты чё смотри ты зашел сейчас прямой эфир если бы я тебя не добавил твои маленькие подписчики начать бы писать о тамая вас от филиппа марвина не добавил тамая вас как вызов от филиппа марвина я бы тебя вообще вызов бы не принял зачем не таким клоунам его запрямят свою репутацию портить от такого чмошника кирилл терёченко кирилл терёченко тебя я считаю на одном уровне не знаю я тебя даже вот на уровне не считают там где-то вот внизу внизу вот там вот хорошо хорошо если бед если бы я твой вызов не принял бы я другие вот это не принимаю я принимаю значит кого по твоему кирилл терёченко да нормальный мужик ну конечно ты же там с ним дрался там ну не дрался там я не дрался я не дрался я просто сделал так чтобы он попросил у меня прощения я ничего ему не сделал давай ничего не буду делать ты просто приедешь в москву я тебе пару раз там лящей нормальных таких и ты извинишься передо мной не хочу тебя сильно избивать но ты мне нравишься на самом деле ты вот такой знаешь ты меня бесишь но ты мне нравишься такой такой смешной блять ты немножко такой вот пошел к черту сам ты смешно за твое здоровье не нравится мне нравится что ты так говоришь минут три штуки не нравится это кока-колка обычно ладно успокойся чуть нормально если лицо ближе поднесу тоже прыщавый она же понимаешь на курсе когда сидишь ну сам знаешь по бочке все дела понимаешь тут уже как бы палка в двух концах мне 21 а тебе 17 и вот как бы кому хуже договориться в каком смысле кому хуже ну кому хуже будет мне когда организм полностью созрел или тебе малыш смотри 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 вот и не кинул вызов цель у меня унизить тебя это верить да зачем мне в это верить я знаю я просто приду надаю тебе лещей нормальных таких и все а ты откуда знаешь да смысле знаю я вот у меня во снах уже это понимаешь я сплю и вижу где тебе лещи раздаю это хотя бы занимайся до бокс не знаю там борьбой а то мне не интересно будет собрать да но я тебе не буду рассказывать если будет интересно ты поднимешь информацию чем я занимался и и кто я такой это ничем за ним не занимался кроме того как снимать видосы и бегать там не знаю там познать кто тебе сказал что я ничем не занимался не знаю чё-то я не видел зачем заниматься кроме того как бегать там от охранников и от людей короче бегал по зданию ничего больше не делал ну тогда увидим малыш хорошо хорошо увидим чем я занимался где-то есть малыш там поцелуй 4 зачем мне это не надо мне это говорит а почему нет но мне хочется тебе поцелуй чеки слать ну ты милый няшный такой а не смотри ты реально себя мужиком считаешь да говорят такие вещи да естественно да пошел ты к черту да вообще малыш малыш ты хороший какой бородатенький подергай себя за бородку погладь ее успокойся что подергай себя за бородку вот так погладь и успокойся тебя это успокаивает люди мои подписчики пишут короче зачем ты позволяешь так ему шить и шутить там не смотри а то я поделаю это друзья я на украине за где на пользу но несколько там в москве увидимся там чего поделаешь что не поделаешь вот это все тут и сюда и там раз-два и будешь записывать прощение хорошо хорошо нет подожди ты когда татуирована я что хочу сказать что я поделаю коза татуирована да ты коза татуирована или баран может может быть и мне все равно я вижу как все равно ну и все равно ты записал видео типа там а я испугался как я могу испугаться чем не испугался я просто там просто читал комментарии что люди пишут и все и нервничал да нет тогда ты не читал комментарии ты просто просто ты вот задумался задумался о том что твоя рожа может быть разбита как минимум а я бы не принял вызове себе я боялся конечно ты принял вызов потому что ну как бы у меня минимум есть аудитория если не на инстаграме так на youtube 2 миллиона или такой думаешь блин на сливаться от этого чувака уже будет как-то стыдно как минимум но если я выйду на бой получу от него по морде то будет как бы не так стыдно если я вообще откажусь вот вот твоя политика да не да не не в этом хочу ничего не в этом да мне мне просто было интересно блин на марвин сам кинул вызовом может принять вот так вот мне реально интересно посмотреть на что ты способен я я могу с тобой одной рукой подраться я с тобой даже на руку могу побороться давай после того смотри после того как я тебя побью так кто побьет кого я тебя или ты или я тебя пошел ты чертова шмот ровно сладкий 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 ты себя мужиком считаешь конечно мужик марвин гей недоделанный согласен марвин гей недоделанный так а чё гей я не понимаю из-за сережек или из-за чего или из-за того что я говорю смотри ты себя взял видел все стороны как ты себя ведешь не знаю там так и смотри есть такие вот геи которые выглядят так как ты и надо тебе это говорит ты же сам меня отзываешь кем ну блин то есть рассказать когда ты так себя это уже по бочке пошли от препарата срочно подпись лота которая знает где живет астап срочно скорую умирает молодое тестостерона скоро уже почки откажут не от метанчика почки откажут будешь кровью харькать я тебе говорил вот этот твой курс вот это 17 лет это хорошего не приведет какой курс курс вот этот химический я это химический сам зачем мне курс в детстве на химич или тебя уже чем-то да как астерикс и абеликс и протеиновый коктейль упал в протеиновые мне кажется тестостероновый полденоновый тринполоновый я такие вещи не знаю еще деку заливал сверху вот так ну понятно понятно люди твои пишут что он четкий спасибо вам большое хоть на этом обрадовали чё ты залипаешь давай хоть со мной поговорить поговорить перед человеком который будет бить те рожи но серьезно узнаем учет и я не знаю как там слабые места там куда хотя какие там слабые места . здоровый неповоротливый что там с тобой вообще ну я думаю числа 2 3 января где-то ну так как ты говорил что у тебя выходные в эти числа у меня у меня но начинаются с первого короче если я все сессии антони какие сессии блин если у меня отработки не будет если отработки будут могут что-то держаться четвертого что за отработки там какие отработки на короче на пропуске а я думал отработки на огороде там что-то сам ты на огороде вот смотри короче короче смотри вот зимой короче 2 января определим зал короче мне самому интересно чтобы там собрать народ заодно по фотку с твоими подписчиками вот так вот сделаем движуху москве 2 января без проблем я только за на нем не движух это не нужна мне вот твоя рожа нужна вот так вот на расстоянии вот так вот вытянутого язычка чтобы твоя рожа была понимаешь чтобы я вот мог видеть твои глаза перепуганные и еще друзья смотрите если я его побью меня какие-то проблемы будут вы сами видите да кто начал вообще может даже может даже не представлять эту ситуацию что ты можешь меня попить даже можно серьезно и танки забиваю забываю на счет и малыш я думаю мы договорились второе третье какое третье нам вся твоя аудитория не помеха не дергайся там пишет один наш брат чё там можно я еще свое друзья возьму а то я боюсь чего ты сказал можно я свое друзей тоже возьму а то я боюсь тебя меня друзей возьмешь господи ты боже мой там пацаны будут кричать вот это вот там как валать там не все равно я могу вам подпалить ваши бороды вот так каждый станет вот так откинет свою бороду я буду зажигалочкой подпаливать очень смешно тебя в гея могу превратить так чёрт я же говорил нет я не чёрт я сатана чёрт это ты так чё я тебя спрашиваю да тебя дойдет или нет какого третьего числа или второго я думаю 3 лучше потому что все таки новый год но чё там надо же отпраздновать с родными с близкими а потом не спеша ехать точнее лететь в москву поскольку сколько а то есть какого числа ну уже давай третьего или четвертого наверно давай 4 поддавать 4 потому что новый год потом я должен хотя бы за день приехать в москву чтобы у меня не было никаких проблем потому что обычно на границе бывают проблемы это я не скрываюсь это я серьезно говорить и мои знают что у меня очень часто проблемы на границе потому что там и донбасс пропиской и тому подобное вот тебе еще никто не только на границе проблем тебя еще москве будут проблему да в москве это у меня не будет никаких проблем я там с распростертой душой примут а вот у тебя будет малыш проблемы хорошо хорошо буду правильный базар вот это татуировано за вот это все вот это вот вот это вот тут и сюда и 1 2 3 черт там и тому подобное бороды и породы потереби так прикольно делать а то нет а то нервничаю очень сильно ну такое да но у тебя такая смешная она у тебя не сильно густая такая чисто знаешь такая вот это вот ты знаешь есть такой мультик но ты наверно не смотрел такой мультик я как давно в детстве смотрел футурал когда ты смотрел мультики на еще не родился тогда я забыл мультики зависть сейчас у меня даже интернет тебя пугается интернет тебя пугается смотрит и думает боже что за страшилище на самом деле я хотел поговорить только подписчиков за разговор затянулся на очень долго мне на самом деле не очень с тобой интересно разговаривать интересно больше поговорить в жизни поэтому чё я хочу тебе сказать давай 4 числа устраиваем бой тогда 4 числа хорошо завтра когда определим без проблем и зал определим я думаю время тоже определим давай без проблем все оскарчик люблю целую родной иди пошел черт пошел пошел тут и сюды раз два три все тут и сюды и пошел черту глупее людей чем в комментариях я просто не встречал какой блять томаев какой бой вы чё ебанутые говорили же бой 4 января сейчас декабрь ален нахуй томаев сидит там себе дома блять и в тряпочку сопит я был бы крайне рад встретиться со схабом томаевым и филиппом марвином лично и подарить марвину вот это а тома его вот это я надеюсь вы не забыли подписаться на меня оставить комментарий под этим видео я знаю вам есть что сказать поставить лайк или дизлайк а также поставить колокольчик чтобы быть вовремя осведомленными о выходе новых видео на моем канале всего доброго